И сегодня у меня будет слово такое, вы знаете, я бы хотела, чтобы каждый из нас услышал о миротворцах. У Матфея 5.9 записано, как Иисус сказал, блаженны миротворцы. Ибо они сынами Божьими нарекутся. Вы знаете, это из Нагорной проповеди. Но это такое важное слово. Иисус сказал, что блаженны кто? Миротворцы. Они нарекутся, они назовутся, они называются сынами Божьими. Что это говорит? Я бы сказала, что это высшее звание Божьего Христе Иисусе. Назовите меня еще более высшее, чем Сын Божий. Есть высшее. Выше этого сам Бог. Так что получается, что тот, кто миротворец, он уже помазан на высшее звание Божьего Христе Иисусе. Вы знаете, те, которые не творят мир. Те, которые творят ссоры, распри, наговор, спледни. Они не могут быть названы сынами Божьими. Правда? Не могут. Конечно, сами себя не так назвать могут, но Богом не смогут названными быть. Потому что это звание, понимаете, оно присваивается Богом. Когда Бог о тебе говорит, что ты миротворец. Наречены, это значит, не я сам себя назвал. Ах, Бог назвал тебя. И я вам скажу, это такие почести от Господа. Они уже почести, которые сопровождают это звание Сын Божиим. Тогда ты сам наследник Иисуса Христа. Что такое сам наследник Иисуса Христа? Это не то, что наследник Царства Спасения. Это не то, что наследник Царства Небесного Спасения. Но нет. Это наследники Царствия. То есть, царствующих особы. Царствующие особы. Если мы посмотрим на Иисуса Христа, то Иисус, как Сын Человеческий, Он же не наследовал Спасения. Он восхитил Царство. Поэтому сам наследник Иисуса Христа наследует Царство. Как о Нем сказано, ибо Ему надлежит царствовать. Царствовать. Первое Коринфля, оно написано, надлежит царствовать. А Иоанн пишет, Отец любит Сына, и все дал в руки Его, это царствовать. И хочу еще одно евреям 1, 3, 8 прочитать вам. Сей, будучи сияния славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы своей, совершив с собой очиение грехов наших, воссел, одеснуя престола величия на высоте. Этого всего мы сонаследники, если мы миротворцы. Будучи столь превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред Ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя. Вы видите, сколько почестей, да? Почему? Потому что Он сказал, Ты Сын Мой. И Иисус говорит, те, которые миротворцы, они нарекутся сынами Божьими. Еще говорит, Я буду Ему отцом, а Он мне сыном. Если мы будем наречены сынами Божьими, это тоже к нам, понимаете? Он первородный, а мы будем Его братья. И также, когда вводит первородного во Вселенную, говорит, и допоклонятся Ему все ангелы Божьи. То есть, я хочу показать вам, это царствование. Он царь. Мы сонаследники. Царствующие персоны. Если мы миротворцы, разве возможно, чтобы на небе царствовал тот, который враждует здесь, сейчас? Кто творит сейчас ссоры, может ли Он на небе царствовать? Подумайте только. Даже невозможно представить, чтобы такое беззаконие было вообще на небе. Мы видим, что на этой земле происходит. Из-за того, что правит этим миром беззаконник. Брат на брата идет. Враждуют между собой. Ложь, клевета, ногофоры, зависть. Для таких даже места на небе нет. Не думайте, что можно с сестра с сестрой ссориться или с брат с братом и на небо идти. Не думайте даже. Их ожидает другое царство. Догадывайтесь, какое. Те, которые творят войну, те, которые творят вражду, распри, и всякого рода зла, они идут в его царство, в царство тьмы. Потому что оно полностью противоположено царству Бога, любовь. Мир. Туда они не могут войти. Поэтому блаженные миротворцы не могут наследовать царство Божье. Итак, хочу вернуться к миротворцам. Оказывается, мир нужно творить. Слово миротворец. Вы понимаете? Я хочу, чтобы вы поняли это. Это целое творчество. Это творческий труд. Творить мир, творческий труд. Мои хорошие, только послушайте. Поэтому Бог сказал, миротворцы, не просто мир имеющий в сердце своем. Нет, но те, которые творят мир. К сожалению, не все способны мир творить. Есть те, которые могут в этом мире находиться. Кто-то сотворил мир, они в этот мир пришли. Живут уже в сотворенном мире. Но, к сожалению, есть и такие, которые в твой сотворенный мир пришли, и его рушат. Твой мир используют и рушат. У человека есть такое качество. Такая способность разрушать мир, который кто-то строит. В котором сам же он и живет. И от этого сам же потом страдает. Разве мы не видим это в этом же мире? Посмотрите. Посмотрите, мир этим кишит, но и в церковь проникает. Это же самый дух. Что разрушает? Недовольство, зависть. Это все разрушительная сила, понимаете? Ненависть, нелюбовь. Это все разрушительная сила. Разве не то же самое произошло, если посмотреть далекие времена во время Адама и Евы? Бог сотворил мир. Не просто вот как по-русски мир — это и наша земля, и мир в сердце. Нет. Речь идет о том, что вот в сердце. Вот этот мир Бог сотворил. И сотворил Бог не только физический, материальный мир, но и духовный. И вот это все Он поместил в райском месте. Божий мир это место наполнял. Он посадил человека вот в этот мир. Покой мир. Представляете, Божий. Поэтому называлось это блаженство. Поэтому это рай. Где не было никакого беспокойства. Никакого огорчения. Никакого зла, кроме змеи, который подполз. Рай не был бы раем. Если бы там не был и не царствовал Божий мир. Вы знаете, мне нравится слово употреблять шалом. Чтобы было понятнее, то есть рай был наполнен Божьим шаломом. И однажды Иисус сказал такую интересную вещь своим ученикам. И Иисус once said this interesting verse to his disciples. Он прощался с учениками, он говорит, мир оставляю вам. Шалом, оставляю вам. Шалом мой даю вам. Не такой, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше. И да не устрашается. мир, который Иисус дал своим ученикам, вот этот шалом, который он передал своим ученикам, он сказал, свой даю. То есть он был этим наполнен. Внутри него этот шалом пребывал. Представляете, рай был внутри него. Он говорит, я вам оставляю. Вот на иврите шалом, почему я люблю это слово употреблять, имеет очень глубокое значение. Вот на нашем мир и мир. А вот шалом, он не просто означает, вот мир, покой. Но такие качества вложены в этот, в такой смысл, я сейчас вам его прочитаю. Сверхъестественный мир, сверхъестественное благополучие, безопасность, спокойствие, процветание, полнота, покой, гармония, отсутствие волнений, раздоров и здоровья. и все это означает шалом тебе. Шалом тебе даю, Бог сказал, Иисус сказал, шалом. Какой я имею, я оставляю вам. Все это, мои дорогие, он вложил, когда дал ученикам. весь земной мир, Бог сотворил в этом шаломе. Он сотворил все, написанное Христом, правда же? Все, словом своим, которым являлся Он. Представляете, а в нем этот шалом. Как прекрасно! В чем создан мир? был создан вот в этом шаломе, который я вам сейчас раскрыла. В этом шаломе. Дух Христа — это Дух мира Божьего. Когда мы принимаем Дух Христа, мы принимаем вот этот шалом. Это так нас Бог благословляет, вы представляете? Сразу всем благословляет нас. Когда мы принимаем Его как мир. Иисус назван царем шалома, царем мира. И говорится, что Он же является главой тела, то есть главой церкви. Так что является главой церкви? Шалом! Вы понимаете, что если это церковь Христа, то главой церкви является шаломом, мир должен царствовать в церкви. И рань был тем самым местом, где шалом царствовал. И там ощущалось особое присутствие Божьего шалома, Божьего мира. И в первом человеке, в Адаме и Еве, Он был, присутствовал, наполнял их. Вот этот мир, вот этот шалом украл Сатанам. Он разрушил вот этот мир в самом человеке, понимаете? И вложил в него полную противоположность. Разрушительное зло, грех. С чего началось? С клеветы. Началось с клеветы. Он оклеветал Бога, что Бог неправду сказал. Недоверие. Неверие. Подозрительность. Враждебность. Он все вот этим заменил шалом. Сейчас посмотрите на свои сердечки, сколько в нас вот этого. И сколько в нас шалома. Проверьте себя. Сколько в вас мира? И сколько в вас недоверие, неверие и всего сего. Вот поэтому Икаин убил Авеля. Почему уже вошло туда зло? Он уже не родился в шаломе, он уже не родился в мире. У него уже была зависть. Уже была вражда. Уже была ненависть к родному брату. И все разрушил Сатана. Когда отнял вот этот шалом. Все тем, чем мы теперь богаты. Мы знаем с вами, что в первенцах, как в крепости, ребенок забирает очень много от родителей. Как говорится даже про Рувима, когда благословлял его Яков, Рувим, первенец мой, ты крепость моя, начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Так и Каин, первенец Адама и Евы, наследовал крепость и силу и превосходство на чего? Бреха. Всю силу греха наследовал. Поэтому о нем сказано, что Каин, который был от Лукавого и убил брата своего. Так описывается у Иоанна. То есть дух Лукавого сейчас наполняет этот мир. Поэтому сердца враждуют. Вы представляете, это все начинается с сердец. Наполнены враждой, братом, сестра с сестрой неважно. Кто находится под влиянием этого духа, он не способен творить мир. И сегодня в чьих сердцах живет Христос, живет Христос, не именуется. В тех есть шалом. В тех сердцах есть шалом. Если не принять мир Божий, и не заполнится этим шаломом, тогда мысли у человека поражены. Потому что именно через мысли, именно через помышление действует враг. Человек всегда творит относительно того, что внутри него есть, какой материал. как ты будешь миротворцем, если в тебе нет шалома вот этого мира. Чем ты заполнен, то ты творишь. Враждуй заполнен, творишь вражду, завистью заполнен, зависть творишь. Шаломом заполнен, ты будешь вокруг себя творить мир. Даже кто-то рядом с тобой враждует, а ты будешь творить мир. Почему? Миротворец. Внутри тебя материал только этот, ты из этого можешь делать. У тебя нет другого материала, у тебя только мир. Так же как и Бог. Он не мог сотворить из другого материала, у него мир, шалом. Он все сотворил шаломом. Вы знаете, то, что у тебя в недрах, то из тебя выходит. Помните, как сказал Господь, да? Из сердца, с глубины. Откуда вышел Иисус Христос? Из недр Отца. Иоанн 1, 18 говорится, Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отца, Он явил Любое творчество, оно сначала рождается в недре. Внутри человека, потом оно является. Любое творчество, хоть картина, хоть музыка, хоть скульптура, оно потом воплощается, но внутри человек все видит. как мне нравится, как один скульптор сказал, я не запомнила его имени. Он из огромного камня сделал Давида, из воянного камня. Когда его спросили, как ты это мог, вот камень привезли тебе, как ты сделал из него Давида? Как ты увидел в нем Давида? Он говорит, он всегда там был. его видел. Понимаете? Ты творишь то, что ты видишь, что у тебя внутри видим, мы-то изнутри. И у Бога сначала там родился Иисус. В этом шалобе, в этой любви. И потом он родился. Мир, весь мир Бог носил себе. Все до мелочей вначале было в нем. И потом он родил этот мир, которым мы сейчас пользуемся и рушим. И что у нас сейчас внутри? То мы и рождаем. Мы воплощаем то, что внутри нас. Кто-то рождает вражду на вражде, кто-то творит мир. Так что чем человек заполнен? Вот из этого материала мы строим. Понимаете? Как творить мир? Используйте материал Божий. Если внутри вас он есть. Творение это действие. Это творчество. А не бездействие. Мир отворцы это творческие люди, я вам скажу. Которые всегда найдут как совершить мир. И это действие которые они делают чтобы был мир вокруг них в доме у них. В семье у них. Между родными. Между близкими. В церкви будут творить мир. Почему они миротворцы? миротворцы? Это для того, чтобы творить мир, все-таки надо избрать любовь. Правда? Потому что мир Божий это и есть любовь. И не надо принимать мысли обвинителя. Вспомните, что с первой мысли обвинителя началось падение человека. когда подошел змей и что сказал? Не, не умрете. Бог сказал неправду, не умрете. Понимаете? Первая мысль. Если вы принимаете эту мысль, пойдет дальше. Разрушение тогда войдет в вас. Вот этим неверием и принятием клеветы. Разрушил веру Богу. и все. И украл из сердца мир. Никто из вас не замечает, как только у вас теряется вера не в Бога, Богу. Вместе с этим вы теряете мир. Не теряйте никогда. Никогда веру Богу никогда не теряйте. Украденный мир разорвал отношения человека с Богом. Потому что Бог есть мир. Потому что Бог есть Бог Шалом. И сегодня дело таким же образом подкрадывается. Разрушает мир в сердцах людей, в отношениях людей. Между церквями. Это все работа дьявола. Думайте, что? Между нациями. Между народами. Между государствами. Кто творит это? зло. Тот же самый дьявол. Тот же самый змей. Он подстраивает ситуацию, в которой человек, порой даже не ожидая и неумышленно оказывается. И потом он же это использует против тебя. Это его тактика. Надо понимать, он лукавство. Он лукавый. А лукавство это искаженная истина. Он все очернит. Все показывает тебе иначе, ты все иначе уже видишь. все иначе уже видишь. Так как побеждать, чтобы творить мир? Не принимать мысли дьявола. Не принимать мысли дьявола. Это первое. Я вам скажу, это первое правило. Если вы хотите быть миротворцем, не принимайте его мысли. никакую клевету. А второе правило это изберите жизнь по учению Иисуса Христа. Только тогда вы сможете быть миротворцами. Вы знаете, Павел оставил постулат для миротворцев. Он немножечко большой, но я вам его все-таки прочту. Если вы будете жить по этому правилу, вы будете миротворцами. Это знаете, где записано? Римлянам 12, 9-21. Конечно, здесь говорится «Любовь добудет», потому что мир творить без любви нереально. Итак, послушайте. Любовь добудет непритворно. то есть в основании лежит искренняя любовь. Отвращайтесь зла. Не сказано, оно не будет к нам подходить, но будет подходить. Отвращайтесь зла. Прилипляйтесь к добру. Будьте брата, любивы друг к другу. Еще и как? с нежностью. Возьмите это правило для себя. Живите по этим правилам. В почтительности друг друга предупреждайте. Если даже увидели что-то не так, в почтительности. Ни с высока, ни с оскорблением, ни с унижением. В почтительности. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите. Утешайтесь надеждой. В скорби будьте терпеливы. В молитве постоянной. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися. Плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Будьте единомысленны между собой. Не высоко мудрствуйте. Но последуйте смиренным. не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло. Но пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя возлюбленные. дайте место гневу Божьему. Ибо написано мне отпущение я воздам говорит Господь. Итак если враг твой голоди накорми его. Если жаждет напои его. Ибо делай сет и соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом. Но побеждай зло добро. если вот так жить кем вы будете миротворцем? Вы понимаете? Это и есть постулат. Как быть миротворцем? Не давайте в своей жизни место дьяволу. Не давайте ему место. Дайте место Духу Святому. Впустите в свою жизнь мир. Божий шалом. И будете сынами Божьими. Богом наречены сыны Божьи. Примите от Духа Божьего. Знаете, мне очень-очень коснулось до глубины, как однажды мать Терезу спросили. Задали вообще очень естественный в мире вопрос. Вы против войны? Как бы любой ответил? Конечно, сказали бы, мы против войны, Она сказала очень глубоко. Я не против войны. Я за мир. Вы знаете, как это глубоко сказано? Как бы мне хотелось, чтобы у нас не было вот этого против? Я против этого, я против того, с плакатами вышел, а руку кричу, я против. Если внутри тебя есть против, 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 ты кто? Ты мир не несешь. Она очень хорошо сказала, я не против. Я за мир. вот нам надо быть за мир. Нам надо быть за любовь. Нам надо быть за Господа. А не против этого, против того, против этого, против того. Услышьте это. Имейте в себе дух мира. Понимаете? Имейте в себе дух мира. Не враждуйте с враждующими. Не враждуйте. Берите всегда мир. И защищать миром. Миротворцы творят шалом Божий. Они нарекутся сынами Божьими. Но я хочу, чтобы вы не спутали лицемеров и лукавых с миротворцами. Когда некоторые оправдывают зло, оправдывают беззаконие, говорят, это мы в мир хотим. Не путайте. Кто творит мир, он не оправдывает зло. Он просто творит мир. Понимаете меня? Но зло он не оправдывает. Это не лицемерие, не лукавство. Он помогает, чтобы человек не совершал зло. Не раздувает угли, которые уже горят. Творите мир. Но не будьте лицемерами. Этого не надо делать. Потому что Бог говорит, что лицемер и лукавых там тоже не будет. Будьте миротворцы. ПОДПИСМЕКСЯ. 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 Продолжение следует...